День воскресный, день чудесный, а мы с вами приезжаем в Московскую область, где запишем ну просто шикарный жизненный сюжет. Где я вас сегодня познакомлю с молодой семейной парой, которая в 2013 году уезжает из родного города Энгельс, Саратовская область, поближе к Москве за поиском новой жизни. Сегодня ребята нам кратенько расскажут, где они начали жить, что они себе купили, с чем они столкнулись, где они вляпались, сколько ушло денег. Сколько они зарабатывают, где они работают. В общем, нам расскажут интересную жизненную историю. Вы сможете посидеть, попить цай, позавтракать. Досмотрев этот сюжет до конца, вы узнаете много для себя полезного. Намотаете на ус и примите решение, как вам поступить в дальнейшем. Без промедления мы отправляемся знакомиться с ними. Как я знаю, дизлайк поставить больше нельзя, поэтому ставь жирный лайк и мы начинаем. Поехали! Знакомьтесь, Наталья. Наталья. Наташа, давай так, ведем людей в курс дела. До 2013 года вы проживали в Энгельсе, Саратовская область. Да, Саратовская область, да, город Энгельс. Пообщавшись с твоим супругом, он рассказывает, что было принято решение перебираться поближе к Москве, потому что работа, деньги. Вот это стандартная история, и серий хочется развиваться, там такой возможности не было. Сначала переезжает сюда он, и в первые 4 месяца, вот в этом районе, где мы находимся, я вам карту вывожу на экран, обосновался. Да. Снял дом. Да. Первый вопрос, почему дом, почему не квартира, то бишь вы как-то дом, 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 вы и раньше в доме жили? Ну, я вообще всю жизнь прожила в частном доме, то есть я, в принципе, не квартирный человек, я не понимаю, как существовать в квартире. Он, когда переехал, на самом деле это была просто череда совпадений, не более того, то есть как выбор района, выбор того, что снимает дом, а не квартиру и прочего. Просто так совпало, предложили деятельность, то есть и вот так вот вышел. То есть никаких особенных таких логических обоснований у этого не было. Просто набор совпадений. У меня там был небольшой свой бизнес, он сезонный, и мне было разумно там остаться еще на эти там пару-тройку месяцев для того, чтобы этот сезон отработать. У нас были еще какие-то там накопления, сбережения, потому что сюда мы уезжали нецеленаправленно. То есть утром мы еще ни о чем не думали, вечером мы посидели, поговорили, и было принято решение за час. То есть там не было никакого стратегического планирования, чего-то такого. И поэтому уезжали, в принципе, в никуда. И именно потому, что было понимание того, что в регионе роста никакого нет, и когда ты находишься в таком тонком возрасте, то есть ты еще уже не совсем юный, но еще у тебя полно сил. То есть либо мы уезжаем сейчас, и какое-то развитие у нас будет, что если ты там еще несколько лет останешься, то, скорее всего, все уже пойдет на спад. Человек, я амбициозный, я долго не думаю. То есть у меня всегда, мне нравится что-то такое внеплановое, что-то такое спонтанное. Поэтому, в общем-то, мы приехали сюда без особых таких идей, четких планов. Вы переезжаете, то есть, соответственно, вы сначала снимаете жилье, трудитесь про вашу жизнь и деятельность, про вашу работу. Мы поговорим чуть позже, это тоже будет интересно. Вы скопили деньги, и ты говоришь, мы решили купить квартиру. Там вообще была интересная ситуация, чтобы было понимание, не было такого, что мы прямо вот скопили деньги, то есть была квартира в регионе. И наступил вот этот вот переход с 13-го на 14-й год, когда все резко подорожало, и ее получилось выгодно продать. Вот, мы сидели вечером, и у меня муж, ну, тогда еще мой молодой человек, он смотрел объявление гаражей в Авито. Я говорю, зачем смотришь гараж? Он говорит, ну, у меня нет гаража. Я говорю, у нас вообще ничего нету, как бы, ну, зачем мы гараж-то смотрим? Вот, и я стала просто смотреть там квартиры, ну, единственным фильтром была эта цена. Вот, и мы таким образом увидели, это город железнодорожный, Новая Павлина застройка. Мы туда приехали, и как истинные провинциалы нам рассказали, что это в два раза подорожает. Вот тут пойдет метро, прямо около вашего подъезда, вот, естественно, вот будет стоить, да, вон сколько. Мы увидели первый раз, что такое студия, ну, на которой нам хватало денег, вот эти 20 метров. Мы зашли, я все же живу в частном доме, говорю, вот вообще что. Она говорит, сейчас мы пойдем в однушку. Мы прошли в однушку, все, то есть мы продали эту квартиру, там еще подзаняли, то есть прям каких-то супер накоплений, конечно, у нас не было. А потом мы обнаружили, что застройщик, в общем-то, вот это вот поле, на котором мы обещали, что метро пойдет прямо вот к нашему подъезду, меня оно ждет, там просто построят миллион, там, тысяч квадратных метров, вот, и эта наша новостройка благополучно подешевела, достаточно прилично, то есть я уже, честно, я не хочу считать точную цифру, ну, процент 15-20, точно там минус, продавали просто вот унося лапы за собой. То есть получается так, что если некоторые покупают жилье и потом его перепродают с учетом того, что цена выросла, в вашей ситуации так сложилось, что получилось от обратного, что вы купили дороже, а продали дешевле. И это не первая такая ситуация, это не только у нас, это, в принципе, происходит каждые 7-8 лет, это вот для людей, которые сейчас любят покупать квартиры на пике цен, я тоже могу сказать, что недвижимость это не веселый карусель, она не всегда дорожает, она точно так же просаживается, и в это можно благополучно вляпаться, как вляпались многие, кто покупали в 2014 году, просто сейчас люди об этом забыли благополучно и верят вот в то, что этот рост будет вот такой вот вечный, бесконечный, и они все заработают, но бывает по-другому. Вот это вот действительно полезная информация, которую стоит намотать на ус и не забывать, ребята, многие задаются вопросы, мы снимаем, правда, сюжеты, ну вот что-то скопил, может все-таки потечку взять, подкупить, потом продашь, вопрос, продашь ли ты потом? А вот сейчас о грустном и о серьезном. Вы не заметили, что вся наша жизнь все глубже и глубже уходит в сеть? Вот сегодня представить свою жизнь без интернета практически невозможно. Мы работаем в интернете, мы совершаем покупки в интернете, мы отдыхаем в интернете, мы общаемся с людьми через интернет, и вот эта картина, когда ты едешь, и кто-то постоянно сидит в телефоне уже становится даже немного страшной. Но при всем этом мы не должны забывать о том, что в интернете мы оставляем свой цифровой след. Значимая часть людей может думать, что их личные данные защищены, ведь нам об этом рассказывают разработчики различных приложений. Телеграм, там уникальная система шифрования. Но на самом деле одно неловкое движение, один неловкий переход по какой-то ссылке, и все ваши данные пух и уходят. Вместе с технологиями в сеть приходят профессиональные мошенники. И вот здесь встает вопрос, как себя защитить. Ответ прост. Есть специализированные программы, которые защищают ваши персональные данные в сети. На рынке существует много крутых приложений, но я вам рекомендую обратить ваше внимание на Avast Premium Security. В одном из выпусков я и мой друг Александр рассказывали вам о существовании крутого приложения Avast Cleanup, который прочистит ваш компьютер и поможет его оптимизировать, чтобы он лучше и корректнее работал. Но вот в отличие от Avast Cleanup, Avast Premium Security обеспечит вашу онлайн-защиту. Это комплексный антивирус, который защищает ваше устройство от вредоносных программ и взлома, охраняет ценные вам файлы и данные. Существует много разных форм кражи данных, на которых зарабатывают киберпреступники, фишинговые сайты, вредоносные программы, использование уязвимости через Wi-Fi сети и другие лазейки. От всего этого вас как раз таки и защитит Avast Premium Security. Даже если взломали не вас, а сервис, на котором вы были зарегистрированы, антивирус вас сразу об этом уведомит. Я не буду рассказывать о других крутых фишках в виде защиты от веб-камеры вашей в компьютере, от шифровальщиков. Все эти подробности я оставлю по ссылочке в описании. Работает на Mac, на Windows, на Android. Ссылочка на бесплатную пробную версию на первый месяц также в описании. Переходите, знакомьтесь и не думайте, что эта проблема может обойти вас. Каташ, расскажи, пожалуйста, историю покупки вот этого дома. Это у нас получается 171 квадратный метр. Два этажа без цоколя. На участке порядка 8 соток получается. И он находится в таком интересном месте, потому что когда мы сюда ехали, ты вроде как удаляешься от Москвы, от Москвы, потом раз, начинается частный сектор. Как было принято решение покупки именно этого дома? Ну, я объясню. Решение было принято, потому что когда мы приехали сюда жить, то есть мы же здесь жили, 5 лет снимали, то есть район мы, местность уже знали, мы понимали, да, что Юго-Восток и прочее, да, мы понимали, что это не Новая Рига. Но у нас уже здесь сложились там знакомства, мы привыкли к этой инфраструктуре, то есть мы привыкли здесь жить, нам удобно, нам нравилось. И из всех соседних там деревень, районов и поселков, нам нравилось именно это. То есть мы пристреливались уже прям целенаправленно, а пристреливались долго, года 2-2,5, вот эти вот попытки компромисса. То есть все, что мы хотим, можно было долго перечислять, а то, что мы можем, там даже вот на один мизинец у нас не набиралось. Вот, поэтому искали мы долго, и потом уже нашли этот дом, и у нас было такое состояние, знаете, когда человек что-то очень долго ищет, отказаться не только домов, но и квартир тоже. То есть со временем он столько всего пересматривает, что у него начинается какая-то такая апатия, и он уже либо ничего не... То есть он уже не может сделать шаг, он привык просто смотреть. И вот у нас была такая штука, вот мы все смотрели, смотрели до бесконечности. И потом мы увидели, когда это дом, для меня был основной критерием, это тупиковая улица. Я очень там переживаю за животных, за будущих детей, чтобы машины не носились, мне важно было, чтобы был тупик, по минимуму соседей, чтобы был лес, то есть по этим критериям он нам подходил. И по цене, то есть это в принципе не то, чтобы мы выбрали его из множества вариантов, это по сути был один вариант, по которому мы криво, косо, но как-то мы заходили сюда по цене. Получается, 2017 год, этот дом был построен исключительно под продажу. В нем никто ранее не жил. То есть человек строит дом, чтобы на нем заработать. Он предложил вам его купить за 8 миллионов 200 тысяч рублей. Участок, забор, получается, был, газ есть раз. У вас вода, это скважина. Мы ее делали сами. Сами, но при этом, как рассказал твой супруг, есть возможность подключиться куда-то к центральной, но у вас скважина непосредственно. Да, я в принципе только вчера узнала, что такая возможность есть, пока мы готовились. Вот, видите, как полезно. Далее, электричество само собой, ну и канализация у вас септик. Соответственно, когда вы сюда пришли, здесь на территории дома было порядка 17 деревьев? Да, да, это подкупило. Вот это такая красота. Поначалу. Почему вы потом начали выпиливать все эти деревья? Все намного проще. Мы даже не особо начали выпиливать. Сначала они начали погибать, а потом их уже выпиливали. Выпиливали их уже в тот момент, когда они просто тупо стали падать и рушить все вокруг, ну как и остальные тут деревья в округе. Причина проста. Когда мы покупали дом, нам рассказали, что здесь грунт, поднимали, что-то отсыпали, мы кивали головой радостно, ага, поднимали, отсыпали уровень. И когда уже сгнили почти все деревья, мы их все спилили, один человек пришел и сказал, так вам его нужно обкопать, одно дерево, которое мы там пытались спасти. И когда мы его обкопали, ну где-то на метр глубины, мы обнаружили, что нам сюда не грунт завозили, а строительный мусор. То есть там были мешки, плиты, еще что-то, прям вот огромный такой слой. И в принципе стало все понятно, что по своему желанию тут конечно вряд ли что-то будет расти. Ну деревья очень жаль, что погибли, они были классные. Это вот к слову о том, что когда ты приходишь, и картинка не совпадает с реальностью. В силу своего так же возраста, вам тогда уже было примерно по 28 лет? Ну нам нет, 27 нам было, но опыта же в загородке от этого нам это не прибавляло. 27 лет, то есть вы пришли, вам классно, новый дом, у вас деревья растут, Ого, здорово. А на деле люди, которые на этом профессионально зарабатывают, сначала высыпают мусор строительный, это, друзья, поверьте мне, не уникальный случай, посыпали сверху земелькой, можно еще газончику накидать, чтобы там трав краса, ах, красота, загородный дом. Вот отдельно можно поговорить про деревья, это очень хорошая тема, потому что по картинкам всем всегда вот впечатляет, дом стоит вокруг деревья, ты вроде как в лесочке живешь, это уютно, но здесь есть огромное количество и минусов. Так, например, одно дело, когда деревья хвойные, и с них не летят листья, это одно, это комфортнее, а другое дело, когда деревья, например, лиственные, листья падают, мало того, что это нужно первым делом убирать, раз, во-вторых, это падает на крышу, это может забиваться по водоотводу, это тоже, за этим тоже нужно следить. Ну и самое интересное, что когда ребята купили этот дом, на его территории было порядка 16 деревьев, как вы поняли, они начали погибать, и их нужно спиливать. Но не забывайте о том, что просто так спилить дерево на своем участке ты не имеешь права, тебя за это можно штрафовать. Таким образом, им пришлось заказывать вот эту инспекцию, которая приезжает, они видят, что деревья действительно погибают, таким образом, тебе дают разрешение на то, что ты это будешь спиливать за свой счет. Говорит, на участке было три ольхи, и, собственно, я так понимаю, одна осталась, а две других разрешили спилить. Но, опять же, за них цеплялись типа ольхая, редкое дерево, как бы не нужно его пилить. В общем, друзья, имейте в виду, здесь своих подводных камней очень много. Это специально для всех тех, кто живет там, грезит тем, что вот, надо дом взять. Не забывайте, что тоже нужно все изучать, ведь можно спилить, сосед увидел, стуканул, откуда вы знаете, какие у вас будут соседи, вам приедут, еще и штраф выпишут. Наташ, приезжаете, заходите в дом, у вас был так называемый white box. White box это когда типа все новое, что вот только обои, либо клейте, либо красть, там на пол плитку, кладите плитку, ламинат, в общем, под себя уже просто внутрянку делаете и живите. Вы пришли с мужем вдвоем, то бишь, никакую экспертизу вы не брали, вы просто посмотрели вживую, вам продавец рассказал, что все круто, вы ему доверились, вот те, кто знаете, любят этот негативчик, ребята, кайфуйте, кайфуйте, это как раз сейчас прямо для вас информация. Вы покупали его как, у вас 8200 было наличкой или вы брали кредит? Нет, конечно, это все было там целой историей, мы продавали квартиру, были какие-то, вот эту квартиру, то есть, которую мы продали дешевле на порядок по итогу, да, какие там еще сбережения, какие-то займы, то есть, там это целая история, то есть, ну, не было такого, что 8200 налички, еще 8 на ремонт, ну, таким образом, вы ее покупаете и вот вы с супругом такие, ааа, у нас теперь дом возле Москвы, все, жизнь идет дальше, ну, собственно, здорово, надо делать ремонт, рассказывай. Да, там вообще была интересная ситуация, мы когда увидели этот так называемый white box, просто он тогда еще не был в обиходе, там, как сейчас, и мы думали, что вот мы сейчас купим, так как мы, я говорю, там подзанимали, так и всяко эти деньги выкруживали, мы думали, ну, он же теплый, с газом, white box, то есть в принципе можно себе там поставить кровать, сделать минимальное удобство, как-то потихонечку жить и потом в перспективе по одной комнате мы будем делать ремонт. Экспертиз, конечно, у нас никакой не было, то есть мы просто позвали всех своих знакомых, кто когда-то вообще говорил слово стройка. Друзей экспертов. Да-да-да, мы все пришли, посмотрели, такие, ну да, ну все, ну вот берем. И буквально в первый же день, то есть когда дом зарегистрировался, все получили деньги, мы документы, пришли строители, и они прям, вот прям вот в легкую задели стену, она просто осыпалась, у нас даже где-то есть видео. Вот такой вот охуенный пол. По полу, по стенам, то есть просто все это осыпалось, по итогу все это демонтировали, и у нас, браво, у нас просто коробка из блоков и крыша, то есть весь этот наш там white box и почти готовый мы сейчас чуть-чуть, оно просто рассыпалось. И таким образом вы уже поняли, что ага, нужно будет дом капиталить по полной программе, и это на самом деле, знаете, вот вроде бы смешно, но в кавычках. Сейчас уже смешно, тогда не было, конечно. Самое, знаете, что на самом деле обидно, и самое, что страшное, что дом дал трещину. Да. Вот мы вам показываем, это не просто фасад, да, вот эта отделка, а это реально трещина пошла по дому, поэтому, ребята, огромная просьба именно к профессиональным строителям, не к тем, кто что-то слышал, знает, мы оставим контакты на вас все в описании, в том числе электронную почту. Ребята, без жути, пожалуйста, помогите людям, подскажите, как правильно все это довести до ума, не так, что типа, а, ну все, что, Наташа, ломайте, короче, дом, поднимайте, как исправить ситуацию. это все понятно, как ситуацию исправить. Люди показывают вам все в открытую, с чем они столкнулись, а те, те, кто хотят сами купить, на сегодняшний день, если ты покупала бы экспертизу, бы тебе сказали, там, 200 тысяч, стала бы оплачивать? Даже полмиллиона стала бы оплачивать, конечно, конечно, мы уже битые в этом вопросе, и я вообще бы не подошла к этому вопросу без экспертизы. То, что у нас тогда происходило, конечно, вся эта наивность данной давно улетучилась. И вот тоже вопрос про человеческое отношение, почему людей, которые строят откровенное Г, например, на перепродажу, нельзя никак наказать? Вот какие вопросы, вот Наталья говорит, что мы ему скажем? Вот тоже, с одной стороны, что ты ему скажешь, потому что по закону он защищен. Ты приехал, посмотрел, купил. Ну, какую-то ответственность ты должен за это нести? Вот, например, покупая сегодня новый автомобиль, например, вы получаете на него какую-нибудь гарантию. Почему такое же не делают специально для всех тех, кто хочет на недвижке заработать? Чтобы что-то купить, нужно нанять целую армию экспертизу, агента, который просмотрит, не обманывает ли тебя с документами, что построено. Вот даже ситуация, пожалуйста, например, построил дом, почему не сделал полноценные водоотводы? Вот о чем я вам говорю. Это вот единственная труба, которая собирает всю воду с крыши и вот сюда она уходит. Местами, как вы видели, там снег начинает таять, он капает сам собой. И вот это, на самом деле, казалось бы, ну, элементарно, можно взять, да нарастить, хотя бы там на 2-3 метра подальше от дома отвезти. Ну, я сплошь и рядом такое встречаю, подчеркиваю, я там не какой-то профессиональный строитель, я любитель, но я уже знаю, что ненормально, когда вода уходит под твой дом. Поэтому имейте в виду, друзья, вот есть такие моменты, которые можно, так сказать, как чек-лист, вот с чего начинается экспертиза. Они приходят, начинают в дом ходить, осматривать, смотреть, здесь в подвал, если в подвал залазят, смотрят, сухо там, не сухо, и уже здесь появляются какие-то выводы. Вот, соответственно, катаясь по различным домам, я сам чему-то доучусь и вам полезные советы даю. Вот так быть не должно. Ну, изначально, например, продавец, который как бы строитель строит дом, этого не делает. Обманул людей, сказали, что типа плита лежит, плиты нет, уже дом загулял, но это же ненормально. Вы скажете, сами виноваты, вот должны были смотреть. Но вопрос, почему, если я такой хитрый, я такой, сейчас я сделаю, но я же в первую очередь непорядочный, а не ты как человек, который честно заработал, пришел и хочешь там купить что-то. Должна же быть какая-то ответственность или нет? Напишите ваше мнение по этому вопросу в комментарии. И обязательно, то есть если вы себе приобретаете дом, то есть нужно понимать, что дом это бездонная бочка. То есть это вложение всегда постоянно много, это не квартира. И то есть для понимания, что если человек приобретает дом, но он хотя бы как минимум на 10-15 лет его берет в среднем, а то и больше, и человек будет туда вкладывать огромные деньги, ну, конечно, стоит сделать экспертизу, чтобы все эти деньги, которые вы вложите на старте, при покупке и в дальнейшем, то есть они просто у вас не растворились, иначе этого никуда. То есть если он вас, причем у нас-то он треснул, когда мы уже сделали отделку, из своих там последних сил, возможностей, энтузиазма, сначала была сделана отделка, потом он треснул. Вообще, блин, стремно. Вот, да. Слушай, и самое что страшное, это еще вот, ты говоришь, дом бездонная бочка, а отчасти, естественно, так, особенно, когда ты покупаешь дом и потом вляпываешься, что вот, оказывается, все нужно переделывать, все нужно доделывать. И вот вы, получается, жить продолжали в том доме, который вы снимали ранее. Сколько вы в месяц за него платили аренду? 80. 80 тысяч в месяц. И при этом, получается, так, что вы... Сколько в нем прожили с момента покупки этого? Полтора года где-то там, плюс-минус, я уже там мечтала. То есть полтора года вам нужно было там платить за аренду? за ней возможно заехать даже на минимальных каких-то. А за эти полтора года, пока вы, вот, на момент переезда, да, уже полноценно, что все, вы оттуда уходите. Сколько вложено было в дом? Вот именно к моменту переезда. Мы перестали считать, где-то это 5,5 миллионов. Вот перед переездом это 5,5 миллионов в тот момент мы не считаем. Но когда мы переезжали, то есть это тоже были спартанские условия. То есть у нас была кухня, то есть были только столешницы, но не было фасадов, не было стола, не было стула, надувная кровать. И да, вот на такие условия это 5,5 миллионов. Сейчас кто-то послушает и скажет, да ну нафиг, вообще ничего не понял, молодые покупают дом за 8,200 в долг, полтора года живут, платят по 80 тысяч, только аренда, питание, там, бензин, расходы сопутствующие. Заезжают сюда спустя, там, полтора года, когда поджили, 5,5 миллионов, потом перестали считать. Всем интересно, чем они занимаются, кратенько, да, расскажутся. Для вас пусть это будет бесплатная условная реклама, потому что мы с тобой, ну, естественно, никакая там не реклама интеграция, у нас есть отдельный спонсор выпуска, но тем не менее, будет интересно. Я вам предлагаю отправиться в дом, я вам сделаю обзор. На сегодняшний день порядка 8 миллионов они в него вложили во внутрянку, вот все, что вы увидите, это примерно столько стоит. Отдельное, огромное спасибо Наталье и ее супругу. Он решил не принимать участие на камеру, но все детально рассказывал. За что? Вот за эту открытую, за эту честность, что благодаря таким людям, как они, которые могли бы про все промолчать, скрыть, попытаться дом оперативно перепродать, они показывают, что вот такие ситуации бывают. Были молодыми, вляпались, и с нами этой информацией делятся. Поэтому, друзья, обращение также к вам. Не нужно оскорблять людей, не нужно писать гадости. Кто-то из вас в дальнейшем в жизни может тоже с этим столкнуться. Но благодаря этим сюжетам таких ситуаций все будет меньше и меньше. Поэтому поддержите лучше людей добрым словом. Ну что, пришло время пройтись по домику, ребята. Всем же нам интересно 171 квадрат. Как сделана планировка? Куда ушли деньги? Больше 5 миллионов на ремонт, на обустройство внутри дома. В общем, сейчас я вам все кратенько покажу. Планировка, на самом деле, у дома интересная. Здесь есть с чего офигеть и здесь есть от чего расстроиться. Потому что ребята откровенные, честные показывают. Вот к чему привели, например, трещины на фасаде дома. Всю эту историю мы сейчас в деталях узнаем. Ну, начнем. Мы с приятного. Заходим, поворачиваем направо и здесь нас встречает прям действительно большая такая вот гардеробная, прихожая. По всему дому установлены батареи под окнами. Плюс лежит теплый пол. Спрашиваем, а почему так? Ведь, например, у меня теплый пол только без батареи. Говорят, но им не хватает, потому что, видимо, что-то неправильно сделали. Говорят, подмерзаем, поэтому батареи нам нужны по-любому. Кухня и зал. Пойдемте. А вот здесь уже просто все шикарно. Ребята, елочка стоит, новогодняя атмосфера, цветы, лилии. Я просто от них постоянно кайфую, потому что этот аромат, вот знаешь, что он мне весну напоминает. Прям действительно какой-то уют такой вот по-своему для дома продает. Здесь висит телевизор, казалось бы, большой, порядка 75 дюймов. Сейчас, чуть позже, я вас вообще удивлю. Диван. Вот интересные детали, например. Дизайнер, который рисовал им дом, планировку, заложил похожий диван. Когда ребята начали смотреть, узнали, что такой диван, который она закладывала, стоит 4 миллиона рублей. Вот вы думаете, 4 ляма за диван, такое бывает. Этот диван двухсоставной, то есть, они купили два одинаковых дивана, которые можно было собрать, один 30 тысяч и другой 30 тысяч. Итого получился вот такой диванчик, что смотрится, собственно, вообще не дурно. Пришел, большой компанией сел, телевизор, что-то посмотреть. Единственное, значит, не хватает, мне кажется, вот прям под телеком какого-то камина, хотя бы даже электронного, для того, чтобы вот какую-то такую атмосферу уюта создать больше. Далее, встаем, отправляемся с вами на кухню. Кухня новая, свежая. Они в этом доме живут третий год уже. Получается, несколько зим они прожили. Задаю прямой вопрос, ну вот в прошлом году минус 30 было. Вопросов нету, не померзли, все хорошо. Кухня уютная, чистая, поэтому здесь мы останавливаться не будем, потому что чуть позже за этим столом мы посидим, попьем цай, а сейчас пойдемте дальше. Холодильник с двумя дверками. Вот для многих это прям вот желание. Заезжаешь в дом по-любому, чтобы был подобный холодильник. Какой-то шарм в нем есть. Соответственно, у нас есть проход, дверей никаких нету. Вот мы выходим, здесь у нас большой пятачок. Под лестницей у нас, скажем так, хламовая, назовем ее так. Сюда можно убрать какие-то вещи, которыми вы меньше всего пользуетесь. Здесь, как рассказывает Наташа, прикол. Говорит, знаешь, в каждом доме люди живут мечтой, что здесь у нас будет в дальнейшем они планируют поставить сюда ванну, туалет. Сейчас, да, видите, ходит. На данный момент здесь сегодня тоже пока что кладовая, туалет, хороший туалет, у них на втором этаже, чуть позже мы вам его покажем. Ну и сюда заходим, здесь у нас зона типа котельная-прачечная. Машинка стиральная, сушка, бытовые вещи, ну и, собственно, все то, что отвечает за тепло в этом доме. Пойдемте на второй этаж. Обращаю ваше внимание, например, лестница, камень сделан, это интересно. Здесь должны быть перила, в дальнейшем будут, подчеркиваю, что на сегодняшний день детей нет, поэтому переживать, что кто-то упадет, не стоит. Люди взрослые адекватные. Поднимаемся, пространства в доме действительно много, ты идешь, прям дышишь кислородом. Ну вот, например, косячки всплывают, да, из-за того, что по дому пошла трещина. Раз, чуть дальше мы еще их покажем. И вот самый прикол такой, знаешь, в доме всегда, когда у тебя, допустим, что-то есть сверхкрутое, но, например, ты так и не доехал до магазина, не купил себе какой-нибудь плафон на стену. Это абсолютно нормальное явление. И у них, знаешь, так интересно тоже все сделано, что на втором этаже есть только две комнаты. Вот Наташа говорит, типа, как-то странно, мы потом, говорит, до всего этого дошли, тоже там жизненный опыт, делятся люди, что обычно по-хорошему должно быть, ну, как минимум три комнаты, например, одна их спальня, одна там для детей, одна как рабочий кабинет, либо гостевая, но показываем, как есть. Тона подобраны, все круто, вот люстры, да, в доме светло, то бишь, ты приходишь, уютно, может быть, кому-то там не хватало бы где-то местами какой-нибудь ковер кинуть, ребята, рисуйте, моделируйте все под себя. Вот эта мебель, она изначально уличная, соответственно, они ее спрятали просто на зиму, то бишь, здесь, естественно, никто не сидит, занесли сюда, и вроде как-то неплохо вписалась. Здесь у нас небольшая гардеробная, в нее заходить не будем, домашние вещи, одежда и всякая хрень, типа там, пылесос, гладильная доска. Ну, давайте начнем, в первую очередь, скажем так, с гостевой комнаты. Заходим, она полностью готова, ты залетаешь сюда, и такой, о-оу, неплохо, знаешь, я представляю, как их друзья приезжают, шашлычки, венца, они попили здесь, прохладнее, чем в других частях комнаты, потому что они отмечают, что мы любим спать вот в прохладе, потому что так лучше высыпаешься, кислороду больше, в тот же момент, эркер здесь идет, и стол такой, за которым можно присесть, и прям мне было бы идеально здесь какие-то ролики снимать, и, знаешь, поставил по центру кадр. Добрый день, дорогие друзья, сегодня я хочу поделиться с вами свежими событиями на рынке по продаже новых автомобилей, в этом, ну и, короче, пошел, поехал. Кстати, Наташа здесь тоже хочу снимать периодически, ну, чуть позже расскажем. Вот здесь, обратите внимание, вот идет также трещина, вот здесь трещина идет, вот здесь трещина идет, вот все круто, но из-за того, что строитель дома оказался прохиндей, и решил тупо заработать, он, например, дом построил, не положив плиты. Людям сказал, что дом стоит на плите, по факту здесь ни хрена ничего нету. Сейчас в спальне я вам покажу пару прикольных моментов, но первый, который бросится в глаза абсолютно любому, заходите, ты иди сразу, вот в угол, чтобы люди увидели. Телек в спальне, не 75, а 85 дюймов, и он отлично тянет 4К. Я говорю, а почему так? Говорит, ну так получилось, потому что изначально в спальню затащили, а сейчас желания менять нет, достаточно хватает здесь саундбар, то бишь завалиться и включить там, не знаю, кинцо, можно запросто. Вот интересный момент. Может, да, показаться тоже, что все сделано как-то вот прям специально подогнанно, вот эти шторы, например, они очень хорошо сочетаются с обоями, но это просто совпадение, так получилось им найти. Вот интересный момент. Можно подумать, что богато живут. Почему? Это камень, подоконник, сделанный из камня. Но Наташа рассказывает, это мусор, потому что они его взяли, у людей были остатки, его забрали, но человек, который делал им ремонт в доме, он с руками, и вот неплохо вписал и во всех, на всех окнах подоконники, сделанные из камня. И вот прикол еще заключается в том, что вы посмотрите, каких масштабов эта комната, она действительно большая, например, у меня, мне кажется, в квартире такой зал, а здесь как бы спальня. С одной стороны, это плюс, с другой стороны, это минус, ну плюс в том, что пространства много, ты лег, ты выспишься, у них есть увлажнитель, здесь рядом машины, никакие не ездят, никакого шума нету, в этом плане, действительно, ты получаешь комфортный сон и здоровый сон, это тоже очень важно. с другой стороны, ну не знаю, может быть, перебор по пространству можно было бы сделать и комнату дополнительную, и отдельный рабочий кабинет, здесь уже моделируйте под себя, на сегодняшний день, в принципе, живут, как минус это не отмечают, но отмечают, что глаза им это бросит, вспомните, я вам покажу прикольную ванну. Санузел на втором этаже, вот он вас, я думаю, приятно впечатлит и удивит, потому что заходишь, изначально кажется, так, ну джакузи понятно, под окошком, но вот здесь, смотри, сколько места, ты проходишь дальше, вот эти зеркала, они пространство создают еще больше, душевая кабина отдельно, унитаз, биде, раковина, здесь прям действительно очень круто, и все так свеженько сделано, у нас современно, то бишь, здесь находиться приятно, ты проснулся, я прям представляю, так вот зубы начистил, набрился, и пошел покорять этот мир. Знакомьтесь, друзья, два товарища, Полкан и Лабрик, у Лабрика очень интересные штаны, посмотри, сзади прям такие, прям очень хорошая шостка, на самом деле, можно посмотреть, сказать, слушай, ну это не какие-то породистые собаки, это вообще, вон, Полкан как из мультика, помнит этот, ну ты это, заходи, если что, волк, расскажи, откуда собаки? Все просто, я с детства была ярым зоозащитником, прям вот с малых лет, я вечно всех нахожу, пристаиваю, кормлю, жалею и так далее, и в общем-то, ничего не изменилось, Полкан пришел к нам сам, когда мы еще жили на съемном доме, то есть к нам просто пришла собака, у него торчали ребра, ну то есть он был весь истощеный, у него шерсть вылазила, и он очень боялся людей, то есть очевидно было, что его били, и мы с соседкой, которая там у нас была, ну как-то старались за ним ухаживать, его лечить, и мы думали, что он у нас останется как в поселке такой, но соседи, естественно, как бы люди, они, как правило, очень добрые, и первое, что они предложили собаку застрелить, вот, естественно, мы поняли, что это неадекватно, мы там договорились с собственником дома, в котором мы жили, и забрали его себе, очень долго его выхаживали, то есть у него весь там ЖКТ и прочее лечили, как-то у нас оттаивал, 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 ну и потихонечку оттаивал, но до сих пор, конечно, ну он боится, 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 то есть если руку, говорят, резко поднять, там сильно, он может испугаться, то есть как бы, ну я делать не буду, на когда, потому что зачем? Ну и точно так же салюты и прочее. А лабрик? Лабрик такой помоложе, он больно активный. он помоложе, лабрик это из истории про избалованных в конец подростков, потому что его взяли, вообще никто не брал, его взяли напередежку на две недели, меня попросили там из очередной защитной группы, в которой я состою, и у него муж очень сильно бастовал, он говорил, нет, ты что, и по итогу через две недели, когда я говорю, давай его отдавать, он говорит, я тебя быстрее отдам. Вот так вот. По итогу это прям вот его вообще любовь такая вся избалована. Слушай, ты получается стоишь в зоозащитных группах, которые как раз помогают животным, да, там как бы Ну да, я и сама это активно делаю, да. Друзья, давно не было у нас добрых дел, я предлагаю, чтобы ты в дальнейшем мне дала все контакты, я сделал отдельно пост в инстаграме, сделал отдельно краткую историю про эту зоозащитную группу, я думаю, с каждого из нас по соточке, там по 200, кто сколько может, вот таким ребятам, они нам будут ну просто благодарны. А вот этот вообще на самом деле, пока мы коптер запускали, он прям вообще вышел, говорит, я здесь, хозяин, я охраняю своих, поэтому ты давай улетай отсюда, лаял, бегал. Ну ты глянь на него, вот мне больше всего нравится жопа у него. Такие штаны прикольные, он прям такой чистый, пушистый, ну ласковый, ласковый. Хотя, когда вы пришли, он вышел, такой, кто такие, вы откуда? Ему лабрик, лабрик, он такой, ладно, все, можно. Видите собаки, ну блин, вообще, я бы сейчас здесь завалился и бы лежал, особенно в сене куда-нибудь спать. Наташ, ну шикарно, ну реально, у вас прям все так чистенько, нализано, все такое светлое, я думаю, многим ваше и кухня, и зал зайдет, может быть, кто-то скажет, креслица не хватает, но это, как говорится, уже все на вкус и цвет. При этом, вы довольно-таки так свежо выглядите, что ты, что твой супруг, который пожелал остаться сегодня не на камеру. Вот здесь я хочу поговорить немножко о денежке, не с точки зрения того, что хочу к вам в карман залезть, но многим интересно. Расскажи, пожалуйста, о работе, чем занимаешься ты, чем там в двух словах занимается муж, чтобы просто людям было понятно. И самое главное, расскажи, сколько времени ты тратишь на работу. Это, наверное, такая самая интересная часть. Ну, я тогда начну с супруга в двух словах, то есть супруг занимается ассортингом, то есть это поставка, ну, грубо говоря, стройкой, да, то есть там строители, бригады, поставка людей на объекты и прочее. То есть я это, в принципе, вообще никак не касаюсь. И он работает дистанционно из дома, то есть раз в неделю, раз в месяц. Да, но там очень много лет ушло на то, чтобы это стало дистанционным, то есть раньше это было в другом формате, это наоборот, когда у тебя нет ни Нового года, ни 8 марта, у тебя нету ничего, потому что это определенный контингент людей, то есть у которых, когда у всех праздники, у нас стресс. Вот, то есть это такая стальная прослойка. Я, в свою очередь, занимаюсь недвижимостью, то есть это купли, продажи недвижимости, ну, в народе просто агент по недвижимости. По квартирам ты специализируешься? То есть по квартирам, то есть сразу говорю, то есть в загородке я не соображаю, если бы соображала, то вот того, что мы рассказывали до этого, наверное, бы не было. Я занимаюсь только квартирами, только по Москве, ну, по Москве, там, Московской области, и если говорить про мой график работы, то тут нужно понимать, когда кто-то говорит, я там работаю на себя, или часто кто-то видит, допустим, объявление, да, то есть приходить, работать недвижимость, можно без опыта, без образования, денег быть, миллионы зарабатывать. Ребята, это все бред. Во-первых, образование у меня два высших, учусь я постоянно 365 дней в году, то есть я постоянно повышаю квалификацию, то есть это та деятельность, в которой ты учишься всегда, то есть она настолько динамичная, что тут не два, не то что два, двух образований хватит, то есть это совершенно противоречит того, что вы видите в рекламе, и к разговору про гибкий график, про то, как, ну, многие понимают, что гибкий график, это когда ты лежишь на диване, да, и там раз в неделю поработал. Гибкий график. Да. Этот примерно график такой там 365 на 2, то есть это вот примерно такой график, соответственно, ты на связи 24 на 7, потому что вот эти все разговоры о том, что кто там сам себе риэлтор, как я делал все без риэлтора, не верите, когда вам кто-то рассказывает, что я делал все без риэлтора, то есть такие люди чаще всего просто названивали знакомому риэлтору, типа просто спросить, вот, все три недели, да, пока у них шел этот вопрос, а потом говорят, я сам, ну, вот как бы с усам. В среднем, то есть мой рабочий день, ну, смех смехом, но это начинается в 5 утра, заканчивается иногда в 1 с ночи, вот это вот такое. То есть ты приходишь только поспать, получается? Да, да, ты приходишь поспать, и все, то есть вот тут самый главный момент, это уснуть, потому что потом в 5 утра опять нужно вставать, и голопом, то есть работа-учеба, работа-учеба, то есть это в нон-стопе. Это вот для всех тех, кому кажут, что все легко достается, что вы такие молодые, красивые, сидите, у вас тут папа, мама, конечно, о чем вы не рассказываете. Значит, подводим итог, получается так, что муж, ты смотри, непрофессиональный строитель, он помогает организовывать рабочий процесс, Людей, чтобы вы понимали, что не так, что он строитель, а дом купил, никакой, он не имеет отношения к этому. Далее, твоя деятельность по недвижке началась в 14-15 году, как раз с той самой квартиры, которую вы условно неудачно купили, неудачно продали, но тебе это заинтересовало. но это был прям грандиозный на самом деле опыт, потому что на тот момент, то есть я знала только один риск, то есть я думала, что нужно только пробивать застройщика, что-то проверять, я чинно все там пробивала, проверяла, читала документы, а вот именно додуматься просто узнать план строительства, городостроительный и прочее, но такого еще в моей голове не было, и это достаточно дорогой опыт, но при этом он побудил во мне желание во всем этом разобраться досконально и развиваться именно в этой сфере. Наташ, когда мы сюда приехали, одним из первых вопросов вам был, ну а как вам вообще здесь живется? на сегодняшний день отработали, допустим, сегодня пятница, иной раз кажется, пойти там куда-то в парк погулять, там в кафе посидеть, в кино, у вас есть два автомобиля, при этом интересная ситуация, кстати, обратите внимание, что когда тебе по работе нужно там на весь день, на полдня уехать в Москву, первый раз, такой узнал, у тебя здесь есть сосед, у которого есть машина для работы в такси, ты с ним списываешься, он приезжает вас, утром забирает, ну естественно все оплачивается, и вы на весь день по Москве катаете, с силой того, что у него есть возможность по выделенкам есть, то есть это гораздо быстрее, чем на личном автомобиле само собой толкаться. Почему не тянет в город, вот в квартиру, расскажи вот эту историю. Да в общем-то никогда не тянула, я всю жизнь жила в частном секторе, и вообще, ну я рассказывала, что понятие жизни в квартире как-то мне противоречило, меня абсолютно устраивает, когда я там уезжаю рано, приезжаю поздно, вообще как бы, ну я же не всегда езжу с водителем, я там часто езжу сама, это определенная для меня романтика, я могу покататься, с машиной это вообще мой психолог, то есть если я поехала куда-то одна ехать больше часа, то все нормально, я выхожу в одном состоянии, сажусь в машину, приехала, все мои вопросы уже решены, то есть это какая-то моя такая психотерапия, ты послушал музычку, вот такой раз, все решил, водитель это очень удобно, потому что с моей работой, когда я езжу за рулем сама, мне нужно постоянно отвлекаться, у меня же не просто телефон, алле-алле, то есть там согласуйте, отредактируйте, посмотрите и так далее, то есть, ну естественно, за рулем ты обезьяна с гранатой, в этом случае, опасно, и когда едешь с водителем, то есть для меня дорога, пока я еду с водителем, это не пустое время, то есть я могу сделать львиную долю работы, пока я с ним еду, в принципе, меня это вполне устраивает, и водителю, чтобы вы просто понимали, на полдня, там примерно 5 тысяч, вот так говорится, прям на весь день, прям по максимуму, это 12, да, ну где-то так, да, а тут уж каждый пусть сам решает, сколько он за один трудовой день заработает, слушай, ты говоришь, что не тянет тебя ни в какие, ни клубы, ни кафешки, ни ресторана, нахрен это не надо, и дома здесь кайфово, чем вы занимаетесь, как вот вы проводите досуг, допустим, лето, какие-то друзья здесь, товарищи, молодежь, движуха какая-то есть? Да, мы вообще достаточно консервативные люди, то есть мы очень любим сидеть дома, достаточно закрытые на самом деле люди, и нас устраивает проводить время дома, нет, никакие клубы, никуда не охота, это точно, в какой-то ресторан можно откуда угодно сходить, в кое-то веке, мы очень любим мангал, всякую вкусную рыбку, мяско, винишко, то есть вечером, точнее летом мы здесь ставим, стол, стулья, все дела, качели вот стоят, засыпанные снегом, зимой точно так же можно дома сесть и так далее, то есть приезжают гости, единственное из-за нашей удаленности, нашего проживания, то есть если к нам едут гости, то это с ночевкой, потому что ночи вообще не имеет смысла это мероприятие, потому что у нас так сложилось, что большинство нашего окружения, оно территориально прям живет вообще на другом конце галактики, стандартная история, да, и в принципе мы отлично проводим время дома, погулять можно с собаками в лесу, во дворе, у нас прекрасные соседи, нам очень повезло с соседями, у нас веселые, добрые, отзывчивые и адекватные соседи, прям тьфу-тьфу-тьфу, пока что так. Слушай, скажи мне, пожалуйста, вот на момент декабря мы записаны с тобой сюжет, вот кратко по твоей работе, а прибыльное дело, ты можешь пожаловаться на доход, несмотря на то, что ты прям вот много-много работаешь, то, что ты зарабатываешь в целом, нормально или как? Да, я не могу пожаловаться на свой доход, у меня все нормально с доходом, но опять же я скажу, что доход в недвижимости, это не первый год, не второй год, то есть по сути, первые два года туда вкачиваются, вкачиваются и вкачиваются деньги, то есть это свое развитие, свои знания, свои навыки, свои опыты и так далее, то есть ждать, что кто-то сегодня проснулся, обнаружил, что он безработный, такой, ну пойду там риэлтором, что-то похожу, ну как бы нет. А 150 тысяч с хаты? да, все слышат только 150 тысяч там, или сколько там с хаты, кто где там что услышал, да, и ну совершенно не понимают, как это на самом деле, и плюс это огромная ответственность, то есть если человек там какой-то там, ну не знаю, мелкий спекулянт, как я могу назвать, кто там, бери, бери, там я тебе ДКП составлю, договор купли-продажи, и все, да, то есть на самом деле, если ты подходишь к этому основательно, и если человек хочет, чтобы к нему клиенты приходили, так как ко мне, потому что у меня в основном все просто по рекомендации, я никого не ищу, вообще никого никогда не ищу, то это большой уровень ответственности и очень серьезный подход, потому что человек не может не заметить то, как ты для него постарался, все сделал, предусмотрел, предупредил о каких-то рисках и прочем. По твоим наблюдениям, как сейчас вообще рынок недвижимости спросом пользуется, или потихоньку проседает, вот мы недавно снимали сюжет, ты его видела с Дамиром, по ситуации на рынке, он отмечал так, что маленько начинается просадка, то есть люди стали меньше покупать. Оно даже не маленько, она началась с июля на самом деле, просто это действительно очень инертный рынок, и просадку обычно человек не поймет, потому что обычно человек делает выводы о ценах по объявлению, там цена, вид, что бы то ни было, а на самом деле в объявлениях мы видим то, что не продалось по этой цене, потому что за это таких денег не дают, но как бы у нас люди считают, что вот там моя цена продажи, да, то есть если я буду долго стоять на своем, что кто-нибудь придет и так вот скажет, ну ладно, возьму, раз это хочет, то есть нет, это не так. Просадка началась объективно с июля месяца, и даже сейчас, вот там за крайний месяц, были замечены скидки у застройщиков. Ребята, скидки, это про нас, поэтому твой совет, тем, кто хочет купить квартиру, например, Москва, Московская область, подождать, купить сейчас. Здесь очень вообще простой и структурный совет, если человек покупает для жизни, ему нужно что-то продать и что-то купить, то вообще без разницы, вы что дорого продали, дорого купили, что дешево, то есть у вас маржа всегда одна и та же в процентном соотношении. Если ваши цели как-то сохранить деньги, потому что вот эти вот там разговоры про какой-то инвест и прочее, ну прекратите это вот только в рекламе, и офис застройщик вам вот там рассказывает про инвест, вот эти люди, которые летали в будущее, рассказывают, что через 4 года вы заработаете 40%, а почему не 50, не 150, да, вот они все видели. Нет, друг есть, ему сейчас расскажу, что покупая вот эту однушку, 4 миллиона заработаешь через год. Вот видите, люди в будущее летали, красота. Я просто думаю, а можно этих людей еще какие-то вопросики из будущего тогда спросить, а то все только знают, сколько новостройки будут стоить, которые они продают, больше никто ничего не знает. Вот, то есть, соответственно, если о какой-то сохранности денег, ну может быть, то есть там сейчас и другие инструменты тоже рисковые, а инвест нет. Инвест есть только в точечных проектах, как правило, это какой-то премиум класс, их нужно очень точечно искать, и то есть вот в сегменте там до 15 миллионов рублей никакого инвеста нет, потому что, ну то есть тут нужно понимать просто вообще элементарные вещи. Возьмите там какую-то диаграмму, да, мы сейчас на пике, после пика что бывает? Спад. Ну все. Пятерка мне. Вот. То есть, и у нас, когда я говоришь людям, да, о том, что, ребят, ну как, ну вот же был 14-й год, вот смотрите, вот мой опыт, там мы на него потратили, ну потеряли кучу денег, ты возьми этот опыт, они говорят, а что было в 14-м? То есть у нас у людей настолько короткая память, что вот просто 14-й год почему-то у всех выпал, 2008-й у всех выпал, а на самом деле, как бы, ну, цикличность, да? Обычная цикличность, так же, как и во всем. Слушай, еще прикол в том, что ребята, я про собак, любят на машине покататься, и то, что у них даже есть отдельная услуга, что они либо сами там сажают их и возят, либо... Раньше, да, когда был водитель еще пару лет назад, это вообще хохма, они настолько полюбили ездить на машине, у них приятный ассоциативный ряд с ездой на машине, и иногда, то есть они, ты выходишь, например, у тебя окно было открыто, ты выходишь, он сидит, ты им говоришь, выходил, они выходят, и они настолько могут доконать, скакать вокруг машины, что их проще посадить, дать кружок по деревне, приехать, и они успокоятся, потому что иначе они просто как сайгаки скачут. Ну, как дети, да. Слушай, а вот вопрос, что не ставите беседочку себе какую-нибудь, летом же все равно нет-нет, да дождь пошел, еще что-то. Это знаешь как, это вопрос сики за 300, мы их называем, со многими, у кого есть там дома и дачи, ответ у всех один и тот же, то есть можно поставить себе и баньку, и беседочку, все упирается в деньги, и вот если раньше, как-то буквально 5 лет назад, все, что не сделать в частном доме, это было 100 тысяч, минимальный порог, сейчас это уже 300, вот ты просто что-то подумал, что-то чихнул, это хотя бы 300, а в доме-то много, что нужно сделать, и на всех на 300 не напасешься. Это даже, знаешь, мы с родителями смеемся, вот с мамой в частности, раньше был момент, когда казалось 100 тысяч, это звучит 100 тысяч, а потом произошел такой момент, что она приходит в магазин, думает сейчас по дому присмотреться и понимает, что 100 тысяч это вообще не деньги, это вообще не разговор, на 100 тысяч даже домой, в квартиру, там диванчик может быть еще, а вот в частном доме это тоже важно, это просто, друзья, цены растут, просто космос. Скажи, с какими минусами, да, вот вы столкнулись, первый, вы купили дом, нарвались на то, что хрен это, а не white box, дальше? Ну, соответственно, из этого вытекающее, что при покупке нам сказали, что фундамент это так называемая плита или подушка, как в народе говорят, я на тот момент, в принципе, мне там что плита, что комфорка, я ничего не понимала, но плита и плита, и потом оказалось, что это не так, причем мы это выяснили уже, по сути, там сделав ремонт, что это ленточный фундамент, и отличается он тем, что если где-то что-то перекосило, то у тебя и вот пошли эти трещины, я думаю, вы там уже их успели увидеть, я могу сказать, что это сильно неприятно, потому что даже несмотря на то, что если кому-то покажется, что этот ремонт сделан хорошо, да, он сделан настолько хорошо, насколько было по нашим силам, но здесь вложено максимум наших сил, возможностей материальных в том числе, и когда вот то, что сделано с таким трудом, у тебя просто треснуло по шву, ну, такая как бы история, то есть, понятное дело, что мы не относимся к категории там нытиков, или еще кого-то, мы ко всему относимся с пониманием, что это наш опыт, но вот в моменте было прям сильно неприятно. Кстати, прикольное наблюдение, вот вы дом видите, рядышком стоит, это того же самого собственника, который строил и ваш дом на продажу, ну, как ты рассказываешь, такие дураки, которые приехали без экспертизы, это вы, а все остальные, больше таких не приехало, а все остальные, кто приезжают, смотрят этот дом, все понимают, что это гейт, что-то они там все находят, потому что он в продаже с тех пор, как наш продавался, что-то у них там ничего не происходит, никакой динамики. Давай кратенько пробежимся по инфраструктуре и по поездкам в Москву. 27 км от вашего дома до МКАДа, это расстояние по-хорошему проезжается за 40-60 минут в этом диапазоне, как карта лежит. По-хорошему в среднем, да. До ближайшей электрички? Ну, прям буквально 5 минут. Пешком? Нет, пешком минут 10. То есть, 10 минут пешком прошелся и 37 минут она едет до... 37 минут, это экспрессы, комфортники, там, с кондейчиком, кофеечек там носят, это Казанский вокзал. То есть, по сути, до Садового кольца вон там в центр приехал, вышел и пошел. Да. Магазины? А магазины у нас, в принципе, есть стандартный набор, все, что нужно, это там пятерочки, вкусвиллы, небольшой рынок, то есть, который, в принципе, на этот поселок вполне хватает, да, верный какой-то строительный, ну, в общем, стандартный набор, там, Сбербанк и прочее, это все там есть у нас. Ну, при этом на сегодняшний день уже, как и все, доставка на дом, все к дому подвозят. причем, вот, буквально два года назад к нам очень мало доставок ездило, на самом деле, а сейчас за эти два года, то есть, была вспышка вот этого, развития вот этого всего, и к нам стала ездить почти каждая доставка, то есть, это очень удобно, и плюс, конечно, когда мы выбирали этот дом, мы понимали, что у нас, что у нас будут дети, и здесь очень удобно, что, несмотря на статус рабочего поселка, здесь есть два садика, школы, развивашки, то есть, прочее, и это реально в пешей доступе, а вот вопрос, ты не интересовалась, знаешь, и в одной раз мы к людям приезжаем, они говорят, вот он, садик, из окна смотри, а там очередь на 4 года вперед. Интересовалась, вот я буквально полгода назад купила для своих клиентов здесь квартиру, и вообще прекрасненько все, нет никаких проблем, у соседей у моих, дети ходят в школу, там дети ходят в садик, нет проблем здесь, нужно же понимать, что это все-таки частный сектор, вся эта страна, это в основном частный сектор, да, то есть, тут не настолько высокая плотность, чтобы были такие проблемы, это вот в городе такое, да. Вот абсолютно все сюжеты круто снимать в летнее время, ну, согласитесь, сейчас мы приехали, зеленая трава, голубое небо, больше зелени, дом сразу будет смотреться иначе, нежели когда вот это вот грязище, сранище, вот какая-то своя такая атмосфера, здесь естественно присутствует, это нужно проникнуться, пожить, но приезжая сюда, я прям сразу там стараюсь моделировать, вечер, вышел, шашлычку пожарил, пошел, сел, отужинал, там бокальчик вина выпил, посмотрел какой-то хороший выпуск кого-то на ютубе или какой-то документальный фильм, в общем, кто что любит, опять же шикарно, что есть возможность удаленно работать, что не нужно каждый день идти на эту электричку, ехать в Москву, вот в этом плане, конечно, свой кайф, мы в разные поселки подобные приезжали, когда ты выходишь, вроде бы ты в лесу, молчишь и слышно отчетливо, постоянно дорогу, здесь потише, откровенно говоря, поэтому здесь делайте выводы, вот у них четкая позиция, мы хотим жить в доме, нас в квартиру не затянешь, кто-то посмотрит, нам все это скажет, да нафиг это надо, лучше квартирка в Москве, вышел из метро, вышел из дома, рядом все есть, тут уже делайте выводы самостоятельно, они ни на что не жалуются, вон, две кнопки нажал, тебе все, что надо, привезут на дом, поэтому наматывайте на ус вот эту информацию, которой с нами люди в открытую делятся, им огромное спасибо, Наталье и супругу, вообще класс, мне понравилось, посидели, поболтали, вот видно, что люди открытые, люди порядочные, с такими приятно общаться. Подводя итог, в принципе, мы всю картину раскрыли, показали, как вы живете, чем занимаетесь, с чем столкнулись, с какими минусами, очень часто люди говорят, ну и нафига такая жизнь нужна, ты каждыми днями работаешь, вот ты работала, работала, вкалывала, в итоге ты нарвалась, там с домом, но все равно работаешь, работаешь, нет ли желания вот 5-2 с 9 до 6 и пошло все нахрен? У меня вообще в семье никого не было, кто когда-либо работал 5-2, то есть у меня в принципе в моей парадигме нет такого, что такое возможно, и моя деятельность, то, чем я занимаюсь сейчас, да, там можно там сказать, что да, вот в 5 утра я встала, действительно прихожу поздно, да, я физически устаю, но я кайфую от того, что я делаю, мне нравится, просто то, что я делаю, настолько для меня интересно, и то, что я хватаюсь там из-за обучения, из-за много-много-много, да, это вот, ну, такой график формирует, но мне это интересно, то есть я с жадностью получаю эту информацию, и, ну, соответственно, делюсь этим опытом уже там со своими клиентами. Из этого дома вы уезжать не хотите, то бишь задача одна, довести все до ума, доделать, обустроить и продолжать здесь жить, либо же заработали до хрена денег и уехали в более большой дом. Я, вообще, мы такая очень вариативная семья, сейчас у нас такого плана нет, но мы такие люди, что мы можем и не заработать до хрена денег и уехать, то есть нам не нужно вот какого-то, мы там не будем... Вспышка вам нужна, вспышка искра. Да, то есть нам не надо, что мы 30 лет еще тут сидели, и потом мы подумали, нет, то есть сейчас, да, такого плана нет, да, нам сейчас все нравится, да, тот опыт, который мы купили, он, кстати говоря, не самый худший, потому что в недвижимости, то есть когда вы приобретаете худшее, главное, чтобы это не были юридические косяки, чтобы вот он без дома, без этого не остались, вот там намного веселее, вот, поэтому плана нету, нам все нравится, но я совершенно не исключаю, что в любой момент мы можем куда-то сорваться и перебраться, это у нас в порядке вещей. Слушай, Наташа, спасибо тебе огромное за всю ту историю, которую ты рассказала, что вы вот так вот легко пустили в гости, показали, поделились вот косяками, про которые многие предпочитают молчать, подмазал, попытался продать, что все, избавился от своих проблем, а здесь ты делишься. Ребята, еще раз напоминаю, что все контакты на тебя в качестве благодарности мы оставляем, в том числе почту электронную, куда помочь, посоветовать канал, который ты вот ведешь. Если кому-то надо, воспринимайте это как рекламу, что вот, есть Наталья, можно обратиться по покупке квартиры, продаже. Надо, пожалуйста, не надо, не надо. Дизлайку все равно поставить больше, к сожалению, не можете. Можно теперь ставить только лайки. Нам остается сделать выводы. Очередная история жизни, очередной домик, очередной ролик про недвижимость. Я надеюсь, вам этот ролик понравился, вы узнали что-то новое для себя, вам было интересно послушать нашу главную героиню. Все полезные ссылочки, напоминаю, ждут вас в описании, в том числе и о вас. О безопасности своей нужно думать. Более мне сказать нечего, одно хочу попросить. Ни в коем случае не навязывайте людям свой вид на жизнь. Вот они любят собак и собаки по кайфу повалятся на диване. Кто-то скажет, а так не должно быть, так не надо. Им нравится жить в этом доме, они живут и борются с теми проблемами, с которыми они столкнулись по мере поступления. Дайте лучше полезный совет, где-то местами поддержите, где-то запомните, как нужно поступать, чтобы не столкнуться с подобными проблемами. У меня на этом все. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм канала, ставьте лайк. До новых встреч всем. Пока-пока.